Здравствуйте! Зима в этом году выдалась странная. Дожди шли до середины января, а температура не опускалась ниже отметки в плюс 5 градусов. И вот только сейчас ударили первые морозы. Такое ощущение, что накануне вступления России в ВТО Европа стала нам поставлять даже свою погоду. Но поговорим о вещах более материальных. Об автомобиле. Ведущие мировые производители не оставляют своих попыток привить нам иное отношение к автомобилям. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Помните эти слова нашего соотечественника. И сегодня об одном из таких средств. Справедливости ради стоит сказать, что Шкода Румстер не первый, кто выступает в России в классе компакт-вэнов. Но он по-своему уникален. В чем его уникальность? Попробуем разобраться на примере его предшественников. Пионером движения за универсальность был, пожалуй, Кангу. Именно он предложил при пятиместном размещении оставить еще достаточно пространства для разной полезной поклажи. Но, как и всякий основатель движения, он ударился в крайности. Хотите узнать, в чем это выражается? Загляните внутрь. А внутри нас ждет диктатура функциональности и полное торжество полезного над приятным. Чего стоит хотя бы вот эта деталь оформления интерьера. В том числе и поэтому Рено Кангу никто не называл компакт-вэном. Ему больше подошло другое название – грузопассажирский. Под этим именем он и продолжает свою жизнь в нашей стране. Следующий автомобиль можно назвать компакт-вэном без всяких ограничений. Это хорошо уже нам известный Рено Модус. В нем есть все. Весь необходимый набор пассажирского комфорта. Но, тем не менее, за год существования их было продано чуть меньше 100 штук. Причину можно искать и в слишком смелых дизайнерских решениях. В необычном оформлении салона до экстерьера самого автомобильчика. Можно даже достаточно высокую цену рассматривать как причину. Но, мне кажется, главная причина все же в другом. На момент появления Модуса страна просто не готова была воспринимать такие автомобили всерьез. Вместительность – это, конечно, хорошо. Но у современного автомобиля должны быть и другие достоинства. Впрочем, у Румска ранее в ассортименте. Двигатель объемом 1,6 литра выдает вполне приличные 105 лошадиных сил мощности и аж целых 155 ньютон-метров крутящего момента. А багажник вообще поражает своей вместительностью. Он поэтапно увеличивается в объеме аж в три раза. Очень смелый шаг для обычно скромной Шкоды. Впрочем, дизайн Шкоды выше всяких похвал. Он давно уже не вызывает никаких нареканий. Но спрятать такой объем внутри довольно привлекательного автомобиля пока мало кому удавалось. Излишне будет напоминать, что родство с Вольсвагеном дало свои плоды. Внешность, конечно, роскошной не назовешь. Но давайте на секунду вспомним, о чем мы говорим. Мы говорим о компакт-вене нестандартной компоновки. Обычно подобные эксперименты оканчиваются попросту плачевно. Румстер же демонстрирует поджарую, хотя не спортивную, но вполне достойную физическую форму. Понятное решение – взвешенный баланс между оригинальностью и общечеловеческими представлениями о красоте. Чем недостойный выбор для семьи, которая любит путешествовать, при этом перевозя свою поклажу с собой. Даже скромный мотор 1.6, максимальный для Румстера, не портит общего впечатления. Тем более, что основные аргументы в пользу этой машины не под капотом, а под крышкой багажника. Попадая внутрь, моментально вспоминаешь старую игрушку – кубик Рубика. В салоне Румстера почти такое же количество комбинаций по трансформации. Задние сидения двигаются, складываются и раскладываются, подстраиваясь под любые пожелания сидящих на галерке. Причем это все не только ради удобства, но и ради комфорта. А ведь Румстер – это дебют Шкоды в таком классе. Дебют, но уже с серьезной заявкой на победу. Причем победу по нескольким категориям сразу – вместительность, возможности трансформации и, естественно, функциональность. Но и это еще не все. Мы пока только приглядываемся к таким автомобилям. Но даже Европа, свободная от предрассудков, прежде всего от эстетических предрассудков, не готова их покупать сотнями тысяч. Максимум тысяч по пятьдесят. При такой небольшой масштабности разрабатывать новую платформу для этого автомобиля было бы шагом очень неразумным. Его цена получилась бы очень неприличной, как температура при лихорадке. А ведь речь идет не о представительском седане, а об автомобиле класса компакт-вэн, который должен привлекать целевую аудиторию, прежде всего, доступной ценой. Поэтому вариант с новой платформы отменились сразу. Но из того, что есть, выбирать-то особенно не из чего. Фабия слишком мала, а Октавия наоборот. Слишком велика для того, чтобы из нее пытаться построить новый компакт-вэн. Получается безвыходная ситуация, но нашлось гениальное решение. Переднюю часть взяли от Шкода Фабия. Фабия нового поколения, вы ее, кстати, увидите в одной из наших следующих программ. А заднюю от Октавии старого поколения. Не надо смотреть на внешние отличия. Речь идет о полузависимой балке и, естественно, о более широкой колее. То, что автомобиль построен на базе двух платформ, это необычное решение. Но это форма. Гораздо важнее суть. По сути, это технологический прорыв. Ведь в одной машине мы совместили достоинства двух разных автомобилей. Это можно заметить даже внешне. Не зря наши коллеги-журналисты назвали этот автомобиль двухкомнатным. Давайте посмотрим, как это выглядит внутри. Открывая дверь, мы попадаем в салон настоящего мини-вэна, без всякой приставки компакт. Со всеми законами организации внутреннего пространства. Большое расстояние над головой. И справа места еще для двух пассажиров. Или, если будет очень тесно, то одного пассажира можно высадить. Кресло в таком случае складывается и убирается. А боковые сдвигаются к центру. Но самое главное, у нас все же впереди. Давайте посмотрим, что происходит там. Все, что мы сделали, это пересели с заднего сиденья на переднее. А на самом деле, как будто оказались в салоне легкового автомобиля после мини-вэна. Все пространство передней части и переднего пассажира и водителя оформлено так, как это принято в легковых автомобилях. Разве что места над головой чуть больше, чем обычно. Но на это жаловаться не приходится. Кстати, единство противоположностей на этом не заканчивается. Посмотрите на цветовое оформление передней панели. Темный верх, светлый низ. Почти как в школе, только наоборот. Но кроме эстетики, здесь еще и практические цели. Темный верх не бликует в глаза водителю, а светлый низ зрительно увеличивает пространство салона. Хотя и без этого салон Румстера на самом деле гораздо больше, чем может показаться снаружи. Может быть, свою роль в этом играет и стеклянная крыша. Все его достоинства мы оценили. Но все же речь идет не о квартире, а об автомобиле. Поэтому самое главное, как все это хозяйство поведет себя в движении. Многие одноклассники Румстера откровенно пасуют с началом ходовых испытаний. Ведь двигаться в плотном городском потоке движения – это не совсем то же самое, что хлопать дверями в тихом шоу-руме. В старом советском фильме «Проверка на дорогах» речь шла немного о другом. Но общий смысл эта фраза передает точно. Любители активного вождения, скорее всего, останутся разочарованными. Даже флагманский 1.6, придушенный нормами Евро-4, заставляет активно работать правой ногой, чтобы не потеряться в потоке. Но надо отдать должное. Если поднажать на педаль, то машина вполне адекватно ускоряется. Хотя при этом звук мотора будет напоминать о спортивных баталиях. Но объективным недостатком это назвать нельзя. Вряд ли это остановит покупателей. Хотя мы и привыкли верить в чудеса, но не настолько, чтобы, покупая автомобиль такого класса, прикидывать свои шансы в заездах на 402 метра. Что может остановить покупателей, так это нестандартная внешность. К тому же, достоинства Румстера могут закрыть автомобили более высокого класса. Почти такие же вместительные, но гораздо более привычные для нашей страны. Хотя многим водителям и все равно, что у кого заимствовано, а что специально разработано. Главное, чтобы сидеть было удобно и управлять комфортно. А с управляемостью как раз проблем нет никаких. Румстер слушается руля, как первоклассник учителя. А посадка дает понять, что управлять Румстером должен водитель, а не шофер. Шофер стерпит все, а водитель имеет право выбора. И Румстер такое право предоставляет. Он предлагает выбрать и объем силового агрегата, и его концепцию. Другими словами, к привычным уже бензиновым моторам в количестве трех вариантов предлагается еще и дизель, который, хотя и шумит излишне, создавая ненужную вибрацию, тем не менее, уверенно тянет автомобиль к намеченной цели. В интерьере много как собственных решений, так и заимствований и других моделей концерта. Передняя панель разрабатывалась специально для Румстера. А руль позаимствован у старшей Октавии. Но большинству из тех, кто решит отдать за Шкоду Румстер честно заработанные средства в количестве примерно 17 тысяч долларов, по большому счету все равно, что заимствовано, а что разрабатывалось специально. Им главное, чтобы результат в целом выглядел достойно. Учитывал их потребности, ласкал их взгляд и, сохраняя функциональность, все же не лишал пространства для полета фантазии. И в Румстере все это есть в полной мере, чего стоит одна стеклянная крыша. Позволяющая значительно расширить обычные горизонты восприятия функциональных автомобилей. Создатели Румстера так объясняют свою идею. Мы хотели сделать автомобиль, в котором водитель чувствовал бы себя пилотом самолета. А пассажиры испытывали бы такой же комфорт, как в бизнес-классе какого-то хорошего лайнера. Надо сказать, что это метафора, но причем преувеличение небольшое. Здесь действительно летковой рум. Он далек от истребителя, но у автомобиля класса компакт-вэн и нет задачи управляться как истребитель. У Румстера вообще нет никаких особых задач, кроме как вписаться в специфику современной жизни. С одной стороны, быть надежным помощником в хозяйстве и коммерческих перевозках. С другой стороны, не кричать всем подряд о своем сугубо утилитарном предназначении. И Румстер один из первых, кому это удалось. Внешность нового Румстера нравится всем. В его внешности нет даже намека на серую обыденность будней. В этом плане такой ярко-синий цвет ему даже к лицу. По результатам опроса, проведенного еще в 2003 году, мечтой многих молодых европейцев стал концепт-кар Румстер. Он лучше всех остальных воплощает в жизнь идею два в одном. И пусть концепт потерял многое из своих качеств по пути на конвейер, но все же сохранил много интересного. Ему удалось откреститься от консерватизма как самой марки Шкода, так и от утилитарности многих других компакт-венов. Он удобен, но не безобразен. Он вместителен, но не уродлив. Его одинаково легко представить и около оптового магазина, и на парковке туристического кемпинга. На нем одинаково легко отправиться и за покупками, и на отдых в тихий домик за городом. Он везде будет как в родной стихии. При этом он совсем не такой скучный, как большинство других автомобилей с функциональной нагрузкой. Темперамент под стать и новому автомобилю с гораздо более спортивными амбициями. Идея создать автомобиль, в котором водители и пассажиры будут себя чувствовать как в самолете, при этом сам автомобиль не будет стоить как в самолете, привела к достаточно интересным побочным результатам. Этот автомобиль очень здорово управляется, несмотря на высокий центр тяжести и на достаточно неспортивную внешность. Причина как раз в той части, которую он позаимствовал своей старшей сестрой Шкода Октавии предыдущего поколения. Задняя колея этого автомобиля почти на 6 сантиметров шире, чем передняя. И это позволяет ему очень хорошо держать дорогу в поворотах. Не вызывает никаких сомнений. Большинству потенциальных клиентов управляемость в такой степени абсолютно не нужна. Это же компакт-вэн, чего от него хотеть? Но есть все же одно уточнение. Управляемость автомобиля не в последнюю очередь влияет на безопасность тех, кто находится в салоне. Часто же речь идет не о возможности вышивать хитрые узоры на дороге, а о том, чтобы объехать неожиданно возникшее препятствие. И если за городом об этом разговор может идти чисто гипотетически, то в городском потоке разговор становится исключительно практическим. При этом управляемость не идет в ущерб комфорту. Водитель, пассажиры и даже те возможные грузы, которые возьмет на борт Шкода Румстер, находятся под охраной деликатно настроенной подвески. Здесь еще раз стоит сказать спасибо концерту Volkswagen. Это кредо именно немецких производителей автомобилей, что управляемость и комфорт не обязательно взаимоисключающие вещи. Но при всей бесконечности городских магистралей все же наступает время, когда нужно вынести вердикт. Вердикт очередной попытки сделать автомобиль пригодной для самых разных жизненных ситуаций. Прогнозировать невероятный успех сложно. Все же речь идет об автомобиле не для всех. Румстер находится на стыке двух культур производства автомобилей. С одной стороны те, кто упирает на функциональность, с другой те, кому не чужда индивидуальность. И Шкода Румстер удачно балансирует на очень тонкой грани между столь разными представлениями об успехе. Во всяком случае, водители нового компакт-вена от Шкоды это оценят. Ведь именно о них бессонными ночами думали инженеры и дизайнеры, создавая уникальные в своем роде средства передвижения. И стоит сказать, это у них неплохо получилось. Минчуринский подход в селекции иногда встречается в автопроме, но результаты его не всегда устраивают. Впрочем, в нашем случае мы, по-моему, нашли как раз ту золотую середину. Очень вместительный салон и невероятно широкие возможности трансформации. Но в отличие от своих других вместительных собратьев, Румстер сохранил по-настоящему легковой характер. Он здорово управляется, а водитель сидит за рулем. Даже не представляет, что он управляет автомобилем повышенной вместительности. На мой взгляд, это очень достойный вариант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова